Всем доброго времени суток, друзья мои! Мы продолжаем нашу программу. Со мной сегодня мои красавицы-помощницы Больга и Екатерина, потому что я затеял многодельное блюдо, давно собирался его сделать. Это невероятно вкусно, и на самом деле, на первый взгляд, мне только кажется, что работы много. Это древнее узбекское блюдо, которое называется дамляма. В интернете огромное количество рецептов приготовления дамлямы, в том числе и видео, но вы не найдете ни одного похожего на мой. А я его запомнил из Ташкента, мы были на гастролях, Бог знает, в 70-каком году, еще до Росконцерта, наш товарищ Генка Дудников, настоящий узбек, угощал нас дамлямой. Дело в том, что во всех классических рецептах используется курдючный жир, баранье мясо и овощи. А он использовал еще баранье потрошка. И это придавало невероятную пикантность его произведению. Вот с этого мы и начнем. Чтобы ускорить процесс, сейчас раздам задание. Ты вообще что умеешь делать? Ничего. Я так и думал. Смотри, какая задача. Вот тебе качан капусты, постарайся отделить от него несколько, максимально целых листьев, больших. Знаешь, как вот голубцы заворачивают? Ну, примерно таких. Так, у тебя сложнее, тебе придется что-нибудь порезать. Я расскажу вам, что делать с почками. Почки – это важная составляющая часть потрошков, но у почек всегда одна проблема. Они пахнут, сами знаете, чем. Потому что, согласно анатомии животного, через них проходит, сами знаете, что. Наши кухарки обычно вымачивали почки в воде на протяжении суток. Это долго и скучно. Умные китайцы придумали способ, как за несколько секунд лишить почки неприятного запаха. Это, кстати, и для соляночки хорошо, и для всего остального. Смотрите, что я делаю. Я делаю на почке надрезики. И засыпаю это дело содой. Обычной пищевой содой. А теперь мы берем обыкновенный пищевой уксус. Не эссенцию, заметьте, упаси Господь, 7% уксус. И делаем фейерверк. Теперь их надо там еще немножко пожулькать. После чего промыть обычной холодной водой. И все, почки как новые, непользованные. Жаль, что с нашими почками такое не сработает. Никогда такому, такое никогда не говори никому. А то начнут считать, сколько тебе лет. Ну вот, споласкиваю. Итак, мы берем курдюк. Курдюк, как вы знаете, жир, который располагается у барана, так сказать, в хвосте. Есть еще нутряной жир, но он совсем другой. Нам нужно нарезать вот такие тоненькие, тоненькие лепесточки. Да, я думаю, что и достаточно. Дело в том, что казанчик у нас сегодня небольшой. Вообще, конечно, это блюдо получается тем вкуснее. Чем крупнее у вас казан. Ну, что есть, то есть. Будем работать в мини-режиме. Вот такой вот, но зато намоленный такой, прожженный казанчик. Дно казанчика надо устелить курдюкчатым жарком. Теперь мы укладываем сюда слой потрошков и мясо. Сердечко, которым ничего делать не надо. Режем вот такими кусочками. Не все коготки-то пообломало. Я просто очень переживаю, что у меня не получается. Это очень требовательно к себе. Начнем все-таки укладку с мяса. Потому что то, что готовится дольше, по идее должно лежать ближе ко дну. Молодая барашка. Запоминаем последовательность. Это дело следует пересыпать солью и специями. Что касается специй. Обязательная вещь зира для всех узбекских блюд. Обязательная вещь кориандр. А к этому я добавляю просто дежурный рыночный набор для плова. Вот зира. Вот кориандр. Соль вам советую, господа. Использовать крупную, каменную, это правильно. Следующий слой. Лук и морковка. Здесь можно не изгиляться и не добиваться какой-то тонкой порезки. Потому что все это перетушится и станет очень мягким. Так, морковочка. Прекрасно. Уже красиво. Тоненький слой соли. Тоненький слой зиры. И кориандра. А вот теперь мы берем лист капусты и отсекаем это дело. Вот. Тут у нас начинается новая жизнь. Мы кладем слой картошки. Лист капусты. Наш с вами друг Цеслер ходит по рынку. Знаешь, как убирает перцы? Он их нюхает. Перец может быть ужасно красивый. Но если он ничем не пахнет, это перец не грунтовой. Он такой, на гидропонике выросший. А бывает такой зелененький, гаденький какой-то. И смотреть на него стыдно. А аромат идет божественный. А этот и красивый, и душистый. Вот так вот. Укладывай. Душистая Волга – это забавный образ такой, яркий. А давай что, знаешь что, мы вот соединим помидоры с перцем. Потому что хуже не будет. Вот так вот укладывай. Вообще любые овощи здесь уместны. Некоторые даже свеклу кладут. Репу можно класть. Хорошо, стоп. Вот теперь немножко соли. Немножко специй. Лист плотно. Не доверяйте мне этому. Почему? Просто поверьте мне. Я вдруг страшно и хрипло рассмеялась. Не доверяйте мне. И вот теперь нужно положить еще слой зелени. И последний лист капусты будет сверху. Вот никогда не умел, как Ваня Ургант. Чих-тих-тих-тих-тих. Вот этот вот. Вот так. Теперь последний лист капусты, которым мы все это прижимаем. Да. Ну что, поместилось все. Ставим на огонь. Заметьте, никакой воды. Сначала даем огонь большой, чтобы казан разогрелся, а курдюк начал плавиться. После того, как огонь убавите, эту штуку можно оставить в покое. Часа на два с половиной, на три. Смотрите, не напейтесь до того момента, пока блюдо не будет готово. Весь кайф обломает. И вот настал долгожданный момент. Мы выключаем огонь. Смотрите, насколько ее стало меньше, да? И при этом, насколько она стала насыщеннее. У нас здесь практически своеный пирог. Помните, как мы его укладывали, да? Поэтому я его вот так вот и режу. Собственно, на части. Я не хочу его перемешивать. Что вышло на этот раз? Домлома, как и плов. Два раза одинаковый. Не получается. Еще есть один недостаток у этого блюда. Его практически невозможно разогревать. Вот оно разовое. Оно получилось. И его надо съесть. А выпить никто не принес? Мы же зап в завязке. Почему тут вы? А я? А что можно выпивать под это блюдо? Ну, вообще, взбеки пьют водку. Традиция такая. Ну, скажи, что все равно неплохо. Я хочу передать привет твоему другу, который поделился с тобой этим рецептом. В солнечной Белоруссии? Нет, на гастроли. Ага. Это было в Белоруссии? Нет, это было в Белоруссии. М-м-м-м. По-моему, состоялось. Мне кажется, состоялось. А вам как кажется? Попробуйте по вторим. Давай прощаться. Хватит нас снимать, знаешь. Вообще, зрелище человека, который что-то пожирает, мало кому доставляет радость. До свидания, дорогие друзья. Приходите к нам еще. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова